Политико-мистический триллер Пусси Райт с каждым днём получает всё новое развитие. И чем дальше, тем больше зловещих эффектов наблюдают те, кто смотрит и следит за этим процессом. От зловещей экзекуции до мистической чертовщины. Здесь и злобный пёс, как исчадие ада, заглушающие голоса адвокатов. И судья Сырова, уже готовая превратиться в ведьму. И высший разум в образе дзюдоиста-пубертатника, готовый растерзать за одну только молитву. Стоило трём молодым женщинам в главном храме страны провести попытку экзорцизма, как возбудились бесы всех уровней. От ряженных боевых хоругвеносцев до телезрителей, у которых тут же выросли рога и свиноподобные пяточины. При молитве они не присутствовали, но подобное преображение даёт им право выступать в качестве свидетелей со стороны обвинения. Тех, кто желает свидетельствовать со стороны защиты, ведунья Сырова в зал кривосудия не допускала ещё в пятницу. Я думаю, что так как у нас суд о богохульстве, то, видимо, где-то рядом здесь ходят бесы. Поэтому то, что произошло, я иначе как бесовством каким-то назвать не могу. А если серьёзно, то, в общем-то, такая совершенно непонятная для меня позиция суда, когда абсолютно унизительное отношение к людям, которые являются свидетелем, можно так сказать, процесса к общественности, к журналистам. Ну, для меня, например, сложно очень сказать вообще, чем руководствуется суд и вообще почему это всё происходит. Потому что я, в общем-то, сама явилась свидетелем того, что журналистов прогоняли, спускали с лестницы. Видела, как одного из лиц, который участвовал на процессе, просто били. Спецназ, спуская его с лестницы, разбил ему телефон. Ну, в общем-то, совершенно неадекватное поведение. И я, в общем-то, не могу я его пояснить, потому что нет ему объяснения. Вы верующий? Да. А во что вы веруете? В Бога. А Бог завещал быть милосердными? Безусловно. А где милосердие? Мне кажется, они должны покаяться для того, чтобы получить снисхождение. Это живые девочки, они прореагировали как живые люди, а не как мёртвые души. Можно осуждать, не осуждать, но это живые люди. Путин-то мёртвая душа. Чем жарче бушует огонь отмщения в душе недоизгнанного Вовочки, тем меньше общего у судебного процесса с законностью. Пара вопросов буквально. Что происходит в зале суда сейчас? Сейчас давал показания Самуцевич, будет давать Орехина. Скажите, пожалуйста, а какие последствия этого процесса вы видите для адвокатов защиты, для защиты обвиняемых? Вступают сигналы, что на нас хотят возбуждать дисциплинарное производство, которое может быть сопряжено с лишением статуса адвоката. Вас могут лишить лицензии, статус адвоката? Мы будем сопротивляться. А как вы считаете, чем может закончиться этот процесс для постсироэта? Ну, сложно сказать, предугадывать приговор. Скорее всего, он будет обвинительный. То есть посадят реально? Ну, у нас есть большие опасения, что так произойдёт. В сегодняшний день ознаменовался тем, что скоротечно, ускоренно просто прошла процедура представления доказательства стороной защиты. Нам отказано вновь было во всех вызовах по нашим ходатайствам, как специалистов, так и экспертов, так и свидетелей. И, собственно, ничего с этой точки зрения не изменилось. Мы не увидели ничего существенного. Конечно, важным является допрос наших подзащитных. Они втроём выступили в суде и заявили ровно то, что заявляли и прежде, но не в виде показаний, поскольку по 51-й статье на предварительном следствии отказывались от дачи свидетельских показаний. Они сказали о том, что в их действиях никогда не было мотива религиозной ненависти и вражды. Они не являются авторами и, собственно говоря, конечными клипмейкерами выложенного видео на ресурсе Pussy Riot LiveJournal.com и в YouTube. Собственно говоря, и не являются, собственно, теми пользователями, которые выкладывали клип, который фигурирует, собственно, в обосновании мотива по квалифицирующим признакам, мотива религиозной ненависти и вражды по статье 213, часть 2. Также и Толоконникова, и Самуцевич, и Алёхина сказали о том, что не испытывают никакой религиозной ненависти и вражды по отношению конкретно к потерпевшему. Это тоже надо было специально указать. К тем, кто принимали участие в процессе, у них нет никаких чувств, которые бы можно было бы определенно... Которые бы определенно свидетельствуют о наличии такого религиозного признака ненависти и вражды. Ровно так же они сказали о том, что являются, с одной стороны, художниками, представителями современного акционистского искусства. Но главная мысль – это протест против политического режима в стране. Они считают себя политическими оппозиционерами. Что события 24 сентября с рокировкой Путина на Медведева стали спусковым крючком в создании группы «Пусти Райт», которая, собственно, все свои акции, которые проводила в течение осени и зимы, ну и, собственно говоря, до 21 февраля. Это акции политического толка, это акции политического протеста. И все, что делалось, имеет именно этот смысл. Девушек увезли, а ужас остался. Хичкоковский ужас от крушения здравого смысла и наступления кромешной тьмы беззакония, творимого по мановению руки, диктатора все больше сходящего с ума от политической безнаказанности. Когда все три ветви власти сращиваются в одну, это называется фашизмом. И тогда становится по-настоящему страшно. Особенно, когда нет суда. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин на закате российской судебной системы. Телеканал Политвестник ТВ. Особая буква.